В морозный погожий день на Восточке народа немного. Лишний раз на улицу не выйдешь. Автобусы здесь не ходят. Добираться до ближайшей остановки приходится не менее получаса. Вот и Накия Закировна без важного повода в город старается не выбираться. Тяжело нет? Ну конечно тяжело. Уже вот с такими котом мы ходим. Откуда вы идете? Ну в город ездила. Оттуда вот Агидельская, с этой остановки северной. И далеко вам еще идти? Далеко, до Восточного. Оттуда третья остановка. Третья улица. Нелегко приходится и соседям, особенно школьникам. Которым добираться до школы и возвращаться обратно приходится все той же дорогой. Тротуара здесь нет. И в темное время суток здесь особенно опасно. Родителям же остается лишь надеяться, что по пути с их детьми ничего не случится. У меня дочь говорила, что школьников много. Они идут на ту остановку. Там их забирают машину на автобус. Опасно, да? Школьный. Ну да, опасно. У нас вокруг здесь трое детей. Там трое детей. У Андрея, у Густама трое. Эти школьники один садиковский. А один тоже садиковский. Она дома сидит. Двое школьники. Однако женщина признается, отремонтированная дорога заметно облегчила жизнь местных жителей. Потому как раньше в дождь и слякоть без резиновых сапог было не пройти. Прокладка нового асфальта также вселила надежду на то, что в скором времени здесь появится свой автобусный маршрут. Тем более, что подобные слухи среди соседей уже ходят. В филиале Башавтотранса от комментариев категорически отказались. Но, тем не менее, там нам дали понять, что в ближайшее время запускать новые маршруты в восточном микрорайоне они не собираются. Причина банальна – нет свободных автобусов. Однако разъяснять, есть ли в планах, пускай и долгосрочных, подключение этого района в общую транспортную сеть нам так и не стали. Хотя, если отправить первый маршрут по этой улице, тем самым чуть продлив его обычный путь, то уже большая часть района забыла бы о проблеме с транспортом. Но это лишь теория. Пока же местным жителям остается надеяться, что когда-нибудь и по их улице пустят автобус. Резидас Адрединова, Эльшат Исламов, Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok